Одесситы не спешат оплачивать счета за потребленную воду. Долг горожан перед филиалом Инфоксводоканал уже превысил 140 миллионов гривен. Сложившаяся ситуация вынуждает руководство водоснабжающей организации проводить активную работу с должниками, вплоть до тампонирования системы канализации в домах и квартирах злостных неплательщиков. Жители одного из расположенных в царском селе домов задолжали филиалу Инфоксводоканал за услуги водопользования более полутора тысяч гривен. Абонент не оплачивал услугу водоснабжения водоотведения порядка больше, чем три месяца. Поэтому мы вынуждены затампонировать ему канализацию. В связи с тяжелыми погодными условиями было привлечено наше новое оборудование, которое помогает нам выявлять люки, колодцы, даже под снегом. А это уже высотные дома по улице Академика Королева. Здесь от водоотведения отключают квартиры сразу нескольких абонентов. Причина – та же задолженность. Для тампонирования канализационного отвода бригада Инфоксводоканала использует систему КРОТ. КРОТ знает каждого неплательщика и справляется со своей задачей быстро и безошибочно. «Один абонент имеет задолженность более 2,5 тысяч гривен и не производит оплату в течение трех лет. Второй абонент имеет задолженность более 2 тысяч гривен, также не производит оплату более трех лет. В данном случае мы ограничили систему водоотведения абоненту путем тампонирования системой КРОТ». По словам сотрудников предприятия, отключение квартир от системы водоотведения – мера вынужденная. Ведь абоненты-должники не реагировали на неоднократные уведомления и предупреждения Инфоксводоканала. «Согласно условию договора, оплата за услугу водоотведения и водоснабжения должна производиться ежемесячно до 20 числа. Контролеры и все сотрудники предупреждают должников об имеющейся у них задолженности. Но, как показывает практика, не всегда такие меры бывают эффективны». В январе абоненты оплатили лишь 40% выставленных предприятием счетов за оказанные в декабре услуги. Чтобы не допускать перебоя в водоснабжении города, водоканал вынужден активизировать работу с должниками. «Мы обращаем внимание, что абоненты могут обратиться в районные отделы абонентских служб для заключения договора реструктуризации задолженности. С дальнейшим погашением задолженности согласно графику. Для возобновления системы водоотведения абоненту необходимо произвести оплату в полном объеме имеющейся задолженности, а также оплатить услугу для возобновления работы системы водоотведения в квартиры». Для борьбы со злостными неплательщиками «Инфоксводоканал» ввел в эксплуатацию значительное количество модернизированных установок КРОТ, которые работают во всех районах города. В планах – отработать каждого должника, ведь КРОТ может выполнять свои задачи в любых одесских высотках, независимо от их конструктивных особенностей. В свою очередь, сотрудники филиала «Инфоксводоканал» призвали горожан до конца января оплатить услуги водопользования и не доводить ситуацию до встречи с КРОТом.